Не только спасти жизнь, но и сделать так, чтобы человек мог вернуться к активной работе. Раньше пациентам с хроническим панкреатитом делали агрессивные операции. Теперь в приоритете органы, сохраняющие хирургические вмешательства. Опыт новосибирских врачей перенимают специалисты всего мира. От гастроэнтерологов перевели к хирургам, готовят к операции. Олег Нежельский рассказывает, от обезвоживания спасли, но есть пока приходится через зонд. В течение полутора-двух месяцев примерно появились затруднения при приеме пищи. Чувство тяжести, дискомфорта, вздутия после приема пищи. И получалось так, что приходилось, и все это было сильнее, сильнее, сильнее. То немножко проходила пища и вода, потом она перестала вообще проходить. Олег Васильевич сам медработник, врач общей практики Октябрьской участковой больницы. Он предположил, что проблема в 12-перстной кишке. После диагностики оказалось заболевание поджелудочной железы. Раньше использовали радикальные методы, теперь выполняют органосохраняющие операции. Для отца они порой по 6-8 часов, но результат, говорят врачи, того стоит. Первые органосохраняющие операции для пациентов с хроническим панкреатитом разрабатывали еще в конце прошлого века. Германские врачи предлагали достаточно сложные манипуляции, которые не прижились в хирургическом сообществе. Вариант американских коллег был проще, однако и результат оставлял желать лучшего. Заслуга моего учителя, каковым является Добров, заключается в том, что он, во-первых, систематизировал, что ли, предложил классификацию хронического панкреатита с поражением именно головки поджелудочной железы. И это позволило в каждом конкретном случае предложить какую-то свою операцию, которая была бы близка, скажем так, к идеальной. Пациентов с заболеваниями поджелудочной железы все больше. Самые частые причины – алкоголь и желчнокаменная болезнь. Иногда панкреатит бывает врожденным. В практике Семена Доброва – три ребенка, которым потребовалась операция. Все связано с тем, что протоковая система у них сформировалась таким образом, что не было достаточного оттока секрета поджелудочной железы, и в связи с этим развиваются хронические панкреатиты. Благодаря новой методике защитили две докторских. Спасли несколько сотен пациентов в областной больнице. В других медучреждениях тоже успешно перенимают опыт. Впрочем, говорить о положительном результате можно, если пациенты соблюдают все требования. Исключают из своего рациона алкоголь, стараются не курить. Тогда они хорошо себя чувствуют, прибавляют в весе, возвращаются к работе. Если же пренебрегают запретами лечащего врача, бессильно любое ноу-хау. Наталья Ацопина, Дмитрий Злобин, Сергей Жданов. Новости ОТС.